Всем добрый вечер. У нас суббота вечер. Всем добрый вечер, у нас суббота вечер. В общем, так проходит субботний вечер. Нам задали такое задание. Мы приводили эти немецкие слова ещё в классе. Приводили их на русский. Вот. И записывали. И задали нам выучить все эти шесть столбиков. И такое нам ещё задали. Это ещё я не делала. Пока я это делаю, Настя у нас занимается... Что? А я говорю, Аня Владис уже выучила столбик. А целый столбик. Ну, правильно произносит слова. Да, очень правильно. А я пока что убираюсь. Пока что уборка, субботний день. Убраться везде. Тюльпаны уже у нас, видите, распустились немножко. Это мы снимали днём, когда пришли с магазина. Сейчас они уже чуть-чуть распускаются. Хотя им уже три дня. Странно. Да, Настя? Да, они думают. Настя тоже как бы учит. Она просто слушает, что я делаю, что я говорю. И она всё запоминает, да? Она мотает всё на свой ус. Да. Или нет? Ой, короче, ребятам. Нужно написать в комментариях есть, у меня усы или нет. Там же любят, как сырать так конкретно. Курсы у нас с понедельника по четверг. Так что три дня отдыха. Понедельник... Ой, понедельник, господи. Пятница, суббота, воскресенье. Суббота уже. Да чё, нормально? Чё, ужас? Не, ну, в плане, что быстро-быстро слова. Уже учись слова. Так это ещё всё медленно. В некоторых группах ещё всё быстрее происходит. Да, конечно. Так что, Настя, что ты показываешь? Буду уже продолжать учить. И включимся. Включимся. Ещё с вами. На, стёплено. Всё. Генеральная уборка. Та-с. Ну, в общем, Настя уже делает кавычки. Она делает всё, что угодно, но только не учит язык. Почему? Потому что я решила, что я завтра буду учить. А может, сейчас без кавычки сделаю и буду учить? Я не говорила, что я не буду учить. Я буду учить, конечно. Так вот. Ты уже выучила? Есть рецепт кабачков? Учу до сих пор, вообще-то. Я уже учу, знаете, сколько? Тяжело, да? Уже два часа. Ого. Ну, как тяжело. Мне тоже тяжело, просто непривычка. Ну, да. Тешнее, обвески. Настя, есть рецепт кабачков? Нет, что тут. Порезать кабачки. Просто муку? Посолить их 15 минут, чтобы они настоялись. Потом это всё слить в воду и вытереть салфеточкой, чтобы они не были мокрыми. А сколько здесь кабачков? Я не знаю. А я один кабачок целый раз езу. А пока выходной, я его пожарю, потому что вкусы не особо приходят. А сейчас, да, всё с табачки. Ребята, пишите в комментариях, вы любите кушать кабачки? Чтобы баклана не была вкусная, я хочу что-то сделать. Ну, понедельник с томатом. Виноградик пошёл в ход. И у вас майонеза. Как у майонеза? Понравился виноград? Нет. Понравился виноград? Настя. Виноград? А, что лучше с помидорами сделать это всё, как с баклажаном или лучше майонез с чесночком? Майонез, чеснок и помидор. А, ну да, это. Ну, виноград невкусный. Он сюда такой пить. В жизни очень брать не по скидкам, потому что по скидке либо зелёная, либо пропавшая, либо свилесть. Как тогда помнишь, черри ты брала? Угу. Да, в шоке. А, они были по скидке? Да. Помидоры взяла минус 30%, они, короче, с плесенью. Но мы всё равно стараемся брать всё по скидкам. Как и многие в комментариях написали, что тоже берут всё по скидкам, потому что всё равно, да, бывают такие скидки, что, ну, неплохие. Да, да. Есть неплохие скидки, а есть скидки, вот когда я увидела рыбу, например, стоит там 14,59, а скидка 14,49. А, ну то да. 10 центов, да зачем такую скидку делать, я не понимаю. Нет, есть на определённые продукты неплохая скидка и качество, всё нормально, а есть вот как с этими помидорами взяла, а они внутри как бы были повёрнуты, то есть стороной другой. А открываешь, там плесень, вот минус 30%, так и бывает. Вообще, на продукты здесь реально часто бывают хорошие скидки. Ну, да, на мясо. Ну, 50% не бывает, но 30, 30 это стабильно, у них везде по 30 вообще. Да, да, нам ещё женщина, мы когда-то были с Любой, помнишь, по главе ездили? Да. И встретили женщину русскоговорящую, она там работает, я не знаю, и она нам там сказала, говорит, девушки, приходите, пожалуйста, утром, здесь всегда скидки. Да, русская немка была. Да, здесь всегда скидки на мясо, и реально там с утра, с 8 утра, именно в 8-9 утра. Ну, нам далеко туда ехать. Да, ну, раньше можно было, а сейчас уже только, да. Так что так, ребята, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, как правильно, кауфлэнд или кауфлэнд? А, да, кстати, вечный спор, все говорят, кауфлэнд. Я не знаю, как правильно, поэтому напишите. А мы ещё включимся, да? Кабачок, Настя любит кабачки, яистый. Смачно будет? Да. Ты полюбляешь кабачки. Кабачки, кабачки, вешу руку. Ты что, я не надо в лотнелище, куда? Лето? Лекарно. Ладно, ребята, всё, включимся. Стираю кроссовочки нужно. Что? Кроссовочки стираю нужно. Да, да, пустил? Запустила? Ну, посмотрим. Настя уже сделала, смотрите, какие кабачки. Помидор мы так нарезали. Сэкономили. Да, сэкономили. Они маленькие кабачки, самим по себе. Но мы уже попробовали две штучки. Очень-очень вкусно. А ещё мы сейчас делаем блюдо. Тортилья. Практически как в Магдональдсе. Потому что Настя раньше, когда-то, когда мы ходили туда, ещё в Украине, она всегда себе брала такой вот, ну, типа лаваш, да, с курицей. А, лаваш-то и мешаный. Ну, вот эта вот, с курицей. Всё, всё соединить его. Ребята, обжарили мы эту тортилью с двух сторон, да, немножко подогрелого цвета. Ничего страшного. Ничего страшного. Выкладываем вот такие вот листья салата. Затем идёт у нас курочка сверху. Настя, немного надо это делать аккуратнее. Она должна, я считаю, в разных местах. Да зачем? Чтобы чувствовать курицу, нет? Настя, я... Это просто капец. Эту я делала по определённым пропорциям. Надо, чтобы было же везде всё равноправно, равномерно. Ну, хорошо. Посредине. Посредине. Я имею в виду, что я смотрела, сколько там мяса и сколько тут. Правильно? У нас же, вы видите, сколько у нас мяса. Всё? Да, достаточно, даже-то много. Вам идут грибочки. Мы уже проголодались, потому что мы сегодня ничего не ели. Мы проголодались конкретно. Всё? Ну, всё, да, всё. Так, дальше что у нас есть? Огурчики. Огурчики можно не жалеть, в принципе. Помидорчик у нас идёт, две скипочки. Да. И соус. Покажем, как заворачиваем, и всё. Берём вот так вот и заворачиваем, и не боимся. Даже там немножко, если что-то вымаливается, ничего страшного. Всё. Она такая и есть. Да, мы кушаем её поджарим. Вот очень вкусно, ребят, советую. Вот и собакота. Мы когда будем пробовать, включимся. Да. Ну как, Настя? Очень вкусно. Очень вкусно, ребята. Так что всем советуем, делайте. Реально получается, видите, много соуса. Это как бы домашнее, оно есть домашнее. Очень вкусно. Мне нравится. Так что, да, ребята, готовьте. Всем приятного аппетита. Вкуснятина? Угу.